В Старомоскуле в этом году благоустроят 11 дворов и 4 общественных территорий. Это обойдется в 132 миллиона рублей. А в следующем на эти цели из федеральной казны поступит почти вдвое меньше – 72 миллиона рублей на 6 пространств. Привести в порядок дворы по программе «Комфортная городская среда» тоже больше не получится. Проект завершается. Какие места округа преобразятся в ближайшее время, расскажет Лариса Ульяненко. Из 11 территорий, которые оскольчане предлагали благоустроить в следующем году, в финал вышло 6. Причем некоторые не в городе, но именно за них в интернете проголосовало больше всего оскольчан. На общественных обсуждениях объявили – лидирует Масюкова будка у разъезда Набокина. Благоустройство предполагает организацию подъезда к территории, разворотную площадку для эксклюзионных автобусов, парковочные места, устройство пешеходных подходов к памятнику и зданию, установка малых архитектурных форм, скамеек, урт, опор освещения. Также предлагалось перевести в порядок две площадки микрорайона Олимпийский – Липовую аллею от сквера Металурков и пространство, которое в народе называют «Дриада», что стало бы логичным продолжением благоустройства Площади Победы в центре города. Однако этим проектам не хватило голосов. Как и пожеланиям благоустроить зону у ЗАГСа, парку воинской славы у памятника Александру Невского на улице Пролетарской, в итоге, помимо Масюковой будки, в списке оказалось еще пять мест. Вторая территория – это бульвар Дружбы, где мы с вами находимся. Третья территория – это Креницы, так называемый источник в селе Бабанинке. Там очень много было пожеланий жителей его благоустроить. Территория – парк Сквер Финист, микрорайон солнечный. Территория на Королево, так называемый Сквер Дубки, который все знают. И территория, оставшаяся часть вдоль реки, улицы 17 Героев, которая свяжет территорию нашей набережной и территорию пляжа 17 Героев, который будет благоустроиться в текущем году. Впрочем, ждать масштабных преобразований не стоит. На все про все из федеральной казны поступит 72 миллиона рублей. Для сравнения, Сквер Камелия в позапрошлом году обошелся в 26 миллионов. Сейчас же в среднем на объект всего 12 миллионов. Такой суммы хватит, например, для благоустройства дорожек и освещения у Майсюковой будки. На само же здание под стеклянным куполом, как предполагается в эскизах, придется искать уже внебюджетные средства. То есть обращаться к спонсорам. Поэтому проекты претерпят изменения. Они будут скромнее, и мы будем еще раз проходить по этим территориям, потому что то, что вы видели на общественных обсуждениях, это первые наброски. Плюс еще эти проекты, мы будем говорить старые. Есть некоторые варианты предложения, там, 20-го года, которые в некоторых моментах потеряли, например, свою актуальность. То есть люди видят территорию, например, по-другому. В этом году комфортная городская среда преобразит 11 староскольских дворов и 4 общественных пространства. На это из федеральной казны выделены 132 миллиона. Следующий год, если программу не продлят, станет завершающим. В 24-м году у нас только с вами общественное пространство. То есть дворовых территорий у нас будут вне рамки федеральной программы. Рейтинговое голосование завершено. Дальше слово архитекторам. На каждый проект сделают по два эскиза. Благоустройство начнется после утверждения дизайн-проектов и смет. Лариса Ульяненко, Сергей Кириченко, Михаил Локтенов, 9 канал.